Звейтесь костра, синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Мужа убили. У меня квартира на Папанино 1,52. Когда мужа убили, я оказалась в Комсомольске. Ну не могла бы, вроде поживешь, там не ножка. Ну вот и пожила. Приехала, квартира занята. А кто ее занял? Это мои родственники, господи, кто? Также Софья Алексеевна утверждает, что ей принадлежит еще одна квартира в доме по улице Алмазная, в которую она тоже попасть не может. И вот уже пять лет женщина проживает на лестничной клетке. Соседи помогали ей и едой, и одеждой, и обращались в службу социальной поддержки. Там, в свою очередь, бездомную хотели устроить в реабилитационный центр. Но пенсионерка предпочла не расставаться со своим креслом. Она категорически от всех предлагаемых, чтобы сменить на достойное, скажем так, ночлег, жилье, она отказывается. В принципе, у нас даже это было запротоколировано, она подпись свою поставила об отказе. Женщина по закону должна получать пенсию, но она утверждает, что деньги вместо нее обманным путем получают родственники. Хотя в социальной защите говорят, что Софья Алексеевна сама лично отказалась от получения пенсии. Теперь социальная служба с официальным запросом обратилась в психиатрическую больницу для медицинского освидетельствования бездомной. Если человек болен, действительно ее нужно пролечить. Если же нет, то уже дальше это будет, скажем так, когда нормальный человек и такие действия, скажем так, нарушающие нормы проживания других жильцов, наверное, это уже с ними будет работать работники участковые управления внутренних дел. Ну а мы в свою очередь решили проверить, действительно ли квартира 52 в доме номер 1 по улице Попайна принадлежит Софье Алексеевне. Дверь нам никто не открыл, а чуть позже выяснилось, что РУВД уже была проведена проверка по этому вопросу. Оказывается, что Софья Алексеевна в 2003 году продала эту квартиру своей двоюродной сестре. Также мы приехали во вторую квартиру, которая якобы принадлежит женщине. Проживающие там отказались с нами общаться. Но судя по платежной квитанции, и эта квартира не принадлежит Софье Тимошиной. Вся эта история говорит о том, что либо бездомной действительно требуется помощь психиатра, либо женщина что-то скрывает. Но от нежелания Софьи Алексеевны принять протянутую руку помощи ничего не изменится, а страдают от этого и сама женщина, и ее соседи. Телеканал Е24 будет следить, изменится ли эта ситуация в лучшую сторону. Иван Уваров, Юлия Кузнецова, Денис Лосев, Анатолий Цукерман. ЯНовости.